Добрый день, дорогие друзья! Очень часто ко мне на прием приходят пациенты и просят сделать самую лучшую технологию лазерной коррекции зрения. И сегодня мы хотели бы поговорить немножечко о том, какая же технология является самой лучшей. Для начала немножечко истории, немножечко о том, какие технологии лазерной коррекции зрения существуют на сегодняшний момент. Исторически первая технология лазерной коррекции зрения называется фоторефрактивная кератектомия. Для ее реализации используется только эксимерный лазер. И суть заключается в том, что мы испаряем поверхностные слои роговицы, изменяя ее форму, чтобы создать ту форму, которая обеспечит идеальное преломление лучей и идеальная фокусировка изображения на сетчатке. То есть исправит те рефракционные нарушения, которые есть у пациента. На сегодняшний момент эта технология используется у пациентов с тонкой роговицей, у пациентов с различными изменениями в поверхностных слоях роговицы, например, помутнениями, рубцами, последствиями ранее перенесенных травм, инфекционных поражений роговицы. То есть в большинстве случаев мы ее не используем для коррекции обычных рефракционных нарушений у обычных стандартных пациентов. Почему? Потому что при проведении этой операции происходит обнажение достаточно большого количества нервных волокон в роговице, и это сопровождается выраженным болевым синдромом. Восстановление зрения происходит за 3-4 дня. И, конечно, этот период является не самым комфортным в жизни пациента. И если у нас есть возможности сделать пациенту другие технологии, то мы, конечно, предпочитаем их. Вместе с тем, у операции ФРК есть большое количество преимуществ. Ее можно выполнять на тонкой роговице, ее можно выполнять у спортсменов, у тех людей, которые занимаются контактными единоборствами, поскольку роговица сохраняется максимально прочной. Это универсальное решение проблем пациентов с тонкой роговицей. То есть, конечно, определенный пул пациентов идет на эту операцию, и мы можем на сегодняшний момент выполнять ее в самом таком современном варианте, полностью бесконтактно. Она занимает буквально 2-3 минуты. В отличие от старой версии этой операции, где поверхностный слой удалялся механически, на сегодняшний момент мы удаляем его полностью лазером. То есть, это полностью бесконтактная операция, и пациенту переносится очень легко. Пациенту практически ничего не нужно делать, он практически ничего не чувствует во время операции. Но вот после операции, к сожалению, наступает дискомфорт. И 2-3 дня это будет достаточно неприятное ощущение. Какие же виды операции мы предлагаем пациентам, альтернативные операции ФРК? В первую очередь, это операции так называемого клапанного типа. Они имеют одно общее преимущество, это формирование роговичной крышечки, клапана роговицы, который откидывается, и дальше форма роговицы меняется уже внутри слоев роговицы под этой крышечки. Далее она закрывается и заживает в течение очень быстрого промежутка времени. Болит глаз всего 2-3 часа, и даже боли это назвать нельзя, это просто некое ощущение дискомфорта, слезотечения, которое достаточно быстро проходит и забывается. Под клапанным типом операции объединяются два варианта. Операция лазик и операция фемтолазик. Чем они отличаются? При операции лазик формирование вот этой крышечки происходит с помощью микрокератома. Это, по сути, микронож, который срезает часть роговицы и формирует вот эту крышечку. Микронож имеет некоторые недостатки. Крышечку невозможно сформировать идеально ровную, идеально гладкую, идеально тех параметров, которые хотелось бы хирургу. И именно поэтому было предложено использовать фемтосекундный лазер. Новый тип лазеров, который позволяет сделать этот этап абсолютно предсказуемо, абсолютно точно, абсолютно безопасно для пациента. И операция фемтолазик на сегодняшний момент является вот таким вот вариантом максимально безопасной технологии клапанных рефракционных операций. Она протекает очень быстро. Формирование крышечки занимает всего 10-15 секунд. Это абсолютно безболезненный для пациента этап. После ее откидывание лазер по специальной программе шлифует роговицу, меняя форму роговицы. И вот здесь, в зависимости от возможности лазера, мы можем решать очень большое количество рефракционных задач. В частности, мы можем убирать астигматизмы, близорукость, дальнозоркость в широчайшем пределе. Дополнительно мы можем убирать так называемые аберрации высших порядков. Это такие микронеровности роговицы, которые добавляют некое снижение качества зрения. То есть, убирая их, мы можем достигать то идеальное качество зрения, ту идеальную остроту зрения, которую и жаждут получить пациенты в результате наших операций. Какой минус есть у этой операции? Крышечка прирастает в течение года. То есть, удары по глазу, контактное единоборство желательно ограничивать в этот период заживления. Но сразу же предвосхищу частый вопрос. Сместить крышечку самостоятельно практически невозможно. То есть, здесь должна быть очень сильная, очень неудачная внешняя травма глаза с достаточно сильным воздействием в край клапана. Поэтому бояться этой операции, опасаясь смещения крышечки, не стоит. Я пополняю порядка тысячи операций в год. И очень большое количество моих пациентов, это профессиональные спортсмены, которые выбирают по различным причинам этот вид коррекции. Травм, смещение крышечек бывает один раз в несколько лет. То есть, это очень редкое, редкое осложнение. Сместить крышечку более вероятно только в первые сутки после операции. Но здесь мы рекомендуем пациентов использовать солнцезащитные очки, избегать контакта с лицом и зоной операции, закапывать капли не касаясь век, желательно с привлечением кого-то из близких в течение первых суток, поскольку только вот эти первые сутки вы можете сместить крышечку сами. После первых суток это практически нереально. Какие преимущества у этой операции? Это максимально точное дозирование лазерного излучения и максимально идеальное качество зрения, достигаемое в самый ранний послеоперационный период. То есть, уже на первые сутки пациент получает тот вау-эффект, за который, собственно говоря, и любит рефракционные операции. Третий вид рефракционных операций называется рефракционная экстракция лентикулы. Такое достаточно сложное название, оно объединяет две имеющиеся на сегодняшний момент технологии. Это Relax Smile и Clear. Это коммерческие названия технологий, которые, собственно говоря, сейчас доступны нашим пациентам. Какова суть этой операции? С помощью фемтосекундного лазера внутри роговицы формируется оптическая лентикула, эквивалентное количеству диоптрий, которые нам нужно убрать для того, чтобы скорректировать те рефракционные нарушения, которые есть у пациента. Далее, через микроразвес, который тоже формируется фемтосекундным лазером, происходит отделение этой лентикулы, и она достается наружу. Каковы преимущества этой операции? У нас нет роговичной крышечки. То есть, даже то призрачная вероятность сместить крышечку, которая есть при операции фемто-лазер, здесь полностью исключена. Второй момент. В роговице содержатся нервные волокна, которые отвечают за выработку слезы. При формировании роговичной крышечки мы временно повреждаем нервные волокна, и нужно время для того, чтобы они вросли обратно, и пациент вновь мог вырабатывать слезу в том качестве и количестве, которое было до операции. При операции рефракционной экстракции лентикулы мы не перерезаем нервные волокна, не усиливаем синдром сухого глаза и таким образом не вызываем синдром сухого глаза у пациентов. Когда это особенно важно? Когда пациент до операции долго носил контактные линзы, у него уже до операции есть синдром сухого глаза, и здесь мы не имеем права его усилить для пациента. Поэтому такой самый лучший контингент для этой хирургии это пациенты, которые занимаются контактными единоборствами, это пациенты, которые долго носят контактные линзы, это пациенты, у которых есть какие-то нарушения выработки слезы до операции, не такие сильные, что мы отказали пациента в проведении операции, но те, где усиление синдрома сухого глаза было бы крайне нежелательным. Поэтому сказать, какой вид операции будет идеальным, универсальным для пациента невозможно. Каждому пациенту мы подберем тот вид операции, который подойдет в его конкретном случае, даст именно ему тот идеальный рефракционный результат, который нужен этому пациенту, и даст ответ на те рефракционные задачи и рефракционные запросы, которые есть у пациента. Самое главное, чтобы в клинике были возможности выполнить все технологии лазерной коррекции зрения, подобрать тот вариант, который будет лучшим для этого пациента, и, соответственно, максимально точно провести диагностику и с максимальным профессионализмом выполнить рефракционную операцию. Дорогие друзья, мы попробовали рассказать вам о тех технологиях лазерной коррекции зрения, которые существуют на сегодняшний момент и которые мы применяем в нашей клинике. Но заочно сказать и рекомендовать ту или иную технологию пациентам невозможно. Это может сделать только высококвалифицированный специалист после проведения углубленного обследования. Поэтому мы ждем вас к нам на диагностику для того, чтобы провести полное обследование глаз и выбрать ту технологию, которую мы в нашей клинике сможем провести для вас, для того, чтобы дать вам то идеальное зрение, которое вы хотите получить в результате нашей операции.